Привет, с вами проект The Future is Now, это Сона, я Эль, и мы в гостях сегодня в скульптурной мастерской у Валентина Коржова. Здравствуйте, добро пожаловать в мою студию. Здесь происходит очень важный, почти финальный процесс завершения произведения, это пейнтинг. Здесь происходит окраска произведений. Всего я работаю в трех студиях. В первой происходит формовка, готовятся формы, это литье, это эпоксидные смолы, это гипс. Дальше работа поступает сюда, и сегодня мы еще пойдем в мою студию, где происходит финализация произведений и их комплектации. Здесь происходит завершение, финализация произведений для Космосфоу. Это Лара Кон, одно из скульптурных произведений, которое будет представлено. И сейчас я занимаюсь финальной доводкой. Произошла уже покраска, и сейчас скоутинг, поршинг, я закрываю это произведение с одной стороны защитой, а с другой стороны придаю ему вот этот вот замечательный блеск, поскольку сам материал прозрачный, то в сочетании с лаком он начинает обретать облеск керамики, керамической глазурью. Я пытаюсь, чтобы эта форма обрела такое ощущение блеска керамики, вечного и вечного материала, когда глина прошла термо, когда глина прошла облеск. В момент, когда эффект достигнут, то есть достигнута пленка, а пленка должна быть толстая, то есть чтобы мы видели вот этот вот блеск, ведь глазурь на керамике, ну это фактически миллиметр. Ну вот 15 слоев я должен сделать для того, чтобы вот получить этот эффект, вот это ощущение онтологическое вневременного. Вот когда мы видим керамический горшок, мы понимаем, что это то самое бывшее, что было в прошлом, и то самое будущее, которое будет в грядущем. И вот в этом, в акте, в этом покрытии я пытаюсь осуществить это событие. Поскольку вы видели фигуру до покрытия, вот сейчас предъявив его, будет очень большой вопрос, все-таки какой это материал. И вот эта неопределенность, вот эта фрустрация является одной из неотъемлемой частью финальной стадии вот этой вот лакировки. Вот в этом объекте присутствует порядка 12 или 15 цветов. Мы можем видеть розовый, мы можем видеть фиолетовый, мы можем видеть несколько голубых. Это все я подавал с аэрозольного баллона. Это не просто темнее и светлее, а это несколько оттенков голубых. Это 2, 3 или 4 оттенка сиреневых. Это 2 или 3 оттенка розовых. Вот здесь присутствует, наверное, это вот сколько я просто физически мог в момент брать руки, пока работа была сырая. Это как акварель. Когда я беру, я пылю сразу с двух баллонов. Происходит краска еще растворитель, все это течет. Краска еще не застыла, они начинают смешиваться. Я беру два баллона, потом беру еще несколько, потом два. Все это акварель, это настоящая живопись. Оно все течет, оно смешивается. Единственное, это твое, это только энергия и некая интуиция. Например, очень сложная живописная работа. Вот этот объект. Но ведь это видно, что я не мог это задумать. Я не мог эти переходы, вот этот мелкий дрейпинг, вот эти тонкие нежные оттенки, я мог только направлять свою энергию и следовать своим интуициям. А поскольку форма очень сложная, вот здесь все углы и с поднутрения снизу, здесь еще есть проблематика того, что краска не так движется, как требует эта форма. Начинаются подтеки. Вот, например, вот эту форму я перекрашивал около четырех раз, прежде чем она получилась. Конечно, это живопись, здесь порядка пяти цветов. Я только направляю свою энергию и следую им интуиции. Но малейшая ошибка, подтек, грязь, если я вдруг больше дал цветов, чем соответствует сочетание химического пигмента, находящегося в краске, получается грязь. И я это смываю. Я смывал это четыре раза. Ну, я пробовал, смывал, а каждый цикл все должно просохнуть, это химия. Вот эта покраска заняла неделю. То есть, вот, четыре ошибки, четыре раза я ее перекрашивал. Вот сейчас она готовится к космосу. Это Лаакон. Это часть проекта «Breakfast at Kronos», «Завтрак у Кроноса». Это жрец, который кричал не пускать троянского коня в Трою. И это буквально его форма. То есть, вот то, что мы видим. Это пергамский алтарь. Это тот слепок в Кушкинском музее Лаакона, который мы видим. Потом я нашел его гипсовый бюст и снял с него форму. Краска и вот ее растекание, ее онкологизм, он должен был как-то случиться. Он должен был случиться, либо не случиться. Дальше я пылил хаотично с двух аэрозольных баллонов. Краски смешивались, и я этим уже не управлял. Поллок, как отец этого абстрактного экспрессионизма, управления этими энергиями и непознанностью, этими драйвами. И вот то, что вдруг нам не принадлежит, и мы оказываемся в этом событии, нам не принадлежащего. Вот, этот проект будет показан на космоску, и я себе как раз вот сейчас сделал костюм на ярмарку. Как мы помним, Джексон Поллок превратился ударом в дерево, в автокатастрофе он превратился в кровь, мясо, его тело превратилось в этот дриппинг. И вот этот момент художник и его произведения, вот где художник, а где полок, и где его тело в момент автокатастрофе, вот где эта граница, ее нет. Я сделал этот костюм для участия в космоску. А можно, кстати, тоже через такого арт-объекта? Ну, вам нужно это просто пережить, придется. Должен предупредить, что это всплеск, и он может получиться, он может не получиться. Будет решать все случаи, судьба, доверимся. Мы можем попробовать оказаться в этом событии. Давайте пробовать. Как-то нужно подготовиться к этому? Если наш объект это куртка, как минимум мы должны уберечь все остальное. Так, приступим? Да. Давайте волосы обязательно защитим. Так, волосы, спасибо. Да, Бенкси терпел, нам и вел. Вы их совсем убирайте. Давайте защитим то, что... Да, ну, можно спокойно перемещаться. Как я выгляжу? Русталка? Ну, руки, если что, отмой. Так, цвет. Вот здесь никаких интуиций, здесь только энергия. Просто теперь мне просто нужно не бояться вас испачкать. Это разоблачение для тех, кто думал, что искусство это сложно. Дайте это раз. Разоблачение для тех, кто думал, что искусство готово. Класс. Да. Мне нравится, что это с левой стороны движек сердца. Ну, почему нет? Конкретно мы увидимся на Космоску, на Учете Гринвич. Немалович, отмаясь. Да? Нет. Я готова к Космоску! Теперь вы все меня узнаете на выставке Космоску. Как минимум, по этой куртке. Не перепутайте. А Дарентина, коржок. С лаконом станете рядом. Да, нельзя перепутать. Суп. Каринцы проиграли бой грекам. И жен, и наложниц, царевин, и детей. Ну, они были к Ленину. И это Фиди, мы видим. Это как раз они рабыни держат портик. Это, скорее, 21 год. Это я сейчас малотиражно выпустил для фондов, которые поддерживают меня потенциально для галереи. То есть, мне сейчас нужен саппорт, и данный каталог выпущен в качестве презентации для промоушена этого проекта. Мне так нравится, что это связана история с древней мифологией гречной. Это эллинистическая традиция мышления. Очень многим недооцененная работа. Это то, что называется последняя миля. Это вот когда нужно, уже все сошлось. Вот оно покрашено, вот оно отлито, вот драпировка готова. И вот окончательно они должны встать на свои места. Последний тюнинг. И вот это вот удивительно, но вот ошибка. Вот, например, вот здесь. Паэтон взял отца повозку и рухнул. Не справился. Это великий миф. Да, и вот это вот архетипическое начало, вот это вот дерзновение, которое есть в сынах. Есть в мужах, есть в отцах, есть в мужчине. Это апполоническое начало, вот это восхождение. И те риски, и то, что ждет, прикоснувшись к этим. Да, и вот сегодняшнее невзвержение, где вот в обломках супермаркетных колес от тележки, там какие-то кирпичи, даже не кирпичи. Это оказывается, что это игрушки плюшевые. Это не кирпичи на самом деле. Это мир симуляторов. О отсутствии вещей, вещих вещей, а их вечная и бесконечная имитация. Да, и вот в частности, казалось бы, идея найдена. И есть художественный метод, и есть подход. Но вот присадить, поймать этот ритм плюс-минус, сделать эти вот влитость, решение вот этих вот креплений. Вот эта вот окончательная фиксация, вот она может убить все произведение, если это вот так-то... Если вот эта вот последняя миля вдруг станет не художественной, а просто производственной. Ну что, вот здесь вот собрали, раз, два, три. Вот я терял много и множество произведений на последних вот этих микронах. Здесь литье, разные материалы, здесь шитье, здесь слесарные работы, здесь скульптурная лепка, здесь гравировка, фрезеровка резко, здесь множество операций. Я делаю, конечно же, только ту часть, где, с одной стороны, необходимо авторское начало, а с другой стороны, нет временной энтропии. Сейчас эпоха, когда нет времени. И трудоемкие, длинные операции, безусловно, я делегирую. Вот эскиз вы делаете вручную или вы в 3D-программе собираете? Нет, конечно, эскиза нет. Есть поисковый процесс, который заканчивается в момент завершения произведения. Современные скульпторы часто делают, сразу 3D собирают, вот это делают, модель на компьютере, а потом у них идет технический процесс уже живой. Слушайте, ведь это не важно, это только визуализация. Вопрос, у тебя это в голове, у тебя это в карандаше, у тебя это в 3D, ну черт в ступе, какая разница. Важно, что оно либо есть, либо его нет. Понятно, что 3D-модель облегчает путь и ускоряет, но если под этим ничего нет, это все и превращается в ничего нет. Да, некоторые операции я делаю на рыбакуке, на 3D-модели, она точит. Вот здесь никакая рыбакука не поможет, это только моя рука. Вот я эту драпировку, ну как, это же никто не нарисует и потом не приклеит. А вот эту форму я делал руками, целиком, вот лежит. Я буду в зоне тиражных работ в космосковом, и вот, собственно, вот эта зона сборки. Лоаконы вы видели, да, это будет такой федлайнер, это будет как айстоппер, это будет как, ну, центр гравитации, стенд, да. И вот будут небольшие тиражные работы, вот они все собираются сейчас как раз. С 11-го числа. Всех ждем на стенде номер 5. Все, спасибо. Вам спасибо, это было замечательно. Раз бы с вами познакомиться. Взаимно. Раз бы с вами познакомиться.